приветствую вас дорогие друзья вы находитесь на интерстриме трейдера фью трейд тв меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня уже 29 сентября 2017 года пятница и это значит что следующую трудовую неделю мы начнем уже в октябре в четвертом квартале друзья поэтому сегодня последний рабочий день месяца последний день квартала у кого есть разные формы отчетности ориентируйтесь на это и стратегии кстати говоря в реальном случае будут зависеть от этого ну кроме того поздравляю всех с окончанием трудовой недели сегодня напоминаю что эффект пятницы то есть коррекция от основного тренда если он был большим сегодня вполне возможно двигаемся дальше как мы завершили вчерашний день на российском рынке индекс мвб остановился на отметке 2071 пункт минус 0 4 процента индекс ртс достиг отметки 1 тысяча сто двадцать пять пунктов минус 0 1 1 процента доллар рубль на споте 57 рублей 91 копейка стоит 1 доллар минус 28 копеек по доллару рубль укрепился и также рубль укрепился по евро на 15 копеек составляет сейчас 68 рублей 21 копейка цена евро на российской бирже на споте что конечно вызывает удивление на общем фоне снижения плюс нефть вчера подснизилась и мы видим что рубль смогли укрепить ну вообще то это здорово конечно мы очень рады этому обстоятельству вот надеемся что эта история продлится и сегодня давайте посмотрим на графика чего можно ожидать как торговать на чем зарабатывать итак коллеги вы помните я вчера продал нефть в течение дня она росла но затем во второй половине дня снизилась достигла отметки 51 17 сейчас отбилась но тоже вниз смотрит 51 43 то есть четвертый день снижения цен на не в друзья такое впечатление что выше вот этого уровня уже и не пустят мне кажется мы сейчас пойдем в боковике да вот так профит у меня здесь видно зелененьким вот давайте пробежимся по нефти чуть подробнее дневной график понятен часовой пробили проторговываемся и полное впечатление что двинемся дальше вниз поэтому сегодня у меня к сожалению сценарий не особо веселый по нефти но соответственно по российскому рынку по нефти в целом у нас неделя это четвертая неделя по нефти wti мы рассматриваем она положительная и просадка уже большая может ли более глубокая быть просадка может но тогда это будет уже шпиль друзья и вот такой же шпиль бы отработали здесь и можем отработать снова в общем-то вниз движение у меня вообще такое впечатление если честно что вот давайте обозначим наиболее широкий торговый диапазон что вот в этом торговом диапазоне нас запрут и никуда больше не пустят вот честно вам скажу давайте уберем надо убирать для ну ладно пусть пока побудет так фон посмотрим выйдем из него или нет явно что наверх не хотят пускать нет вот этот предел который был достигнут в этом контракте wti 58 35 который был в декабре шестнадцатого года был вряд ли мы его увидим ясно что где-то отметка 53 наверное критическая и вот в это время и туда не пустят мы были здесь 22 мая отбили нас сейчас мы на ней отбили нас от пятидесяти трех по wti ну и судя по всему так сказать будет боковик сильно вниз сейчас вряд ли все таки сезон пока на нашей стороне но где-то чуть вверх чуть вниз но выше пятидесяти трех но прямо с трудом будем пробираться не хотят второй раз попробовали не хотят но мы на год вперед не планируем просто такая общий взгляд вот поэтому на мой взгляд сейчас сегодня и в связи с пятницей поскольку все-таки неделя положительная и в связи с общим оттаскать подходом к 53 мне кажется сегодня могут раскатнуть вниз по нефти во всяком случае я буду искать точку входа вниз кроме этого друзья обратите внимание четвертый день вообще-то снижаемся четвертый день снижаемся не дают закрываться выше понедельник смотрите-ка это 25 до понедельник какой был хороший день зеленый и потом все нас пятый день прижимают прижимают как бы мы не спустились друзья вот сюда куда-нибудь нет начало недели 10 60 никто не не ждет такой отметки а давайте посмотрим на неё а давайте посмотрим на неё минутный график давайте посмотрим но я рискну продам друзья поскольку общая философия изложил вроде как знаете за базар надо отвечать поэтому вот к этой отметки сильно глубоко не жду на вот когда отметки подожду отметки 50 70 сейчас 51 42 то есть 70 центов вполне допускаю чуть повыше поставил take profit но я думаю технические специалисты все согласятся что здесь пробой есть вот этого уровня ну и явно явно посмотрите из 1 2 3 и пробили ретест и прямо просится вниз уход я думаю специалисты по тех анализу со мной согласятся но будем ли мы правы или нет конечно в течение дня мы только это узнаем далее друзья биткойн 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 вчера хорошо вырос а сегодня зараза решил под снизиться моменте 4040 долларов но выше 50 процентов держится снизился ниже 61 вот это конечно не сильно приятно ниже 61 ушел долго шел выше 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 уже как бы на соточку прямо шли нет нет ушел вниз вот вы пока внизу посмотрите там самом низу теперь отсюда стартовать так как раз по индикаторам манди прямо если есть технический анализ он прямо должен вытолкнуть теперь наверх биткойн смотрим внимательно евро доллар коллеги ну понятно боль и радость для многих из нас за последнее время вот что мы здесь видим мы видим вчера хороший рост сегодня попытка продолжения роста у меня есть купленный евро доллар на другом контракте мы его внимательно посмотрим но больше покупать я пока не готов это алекс вчера отмечал у меня на графике видно четко 38 ударились идем в двадцать трем я тоже с этим соглашусь но как-то нефть я продал вижу да а евро как-то не знаю боязно скажем так здесь и на часовом графике я пока не вижу пробоя давайте покажу тоже здесь вот видите да что мы здесь уже не первый раз то пытаемся раз пробовали два три четыре вчера мы еще не пробили не закрепились пробьем закрепимся может быть буду рассматривать здесь типа двойной вершина нарисовалась вот вот этот вот кстати отработал уже проход наверх то есть сейчас ситуация пробой отбой нет однозначности евро наверх я не вижу во всяком случае не по технической картинке не по фундаментальной вообще я вижу по евро глобальный боковик вот на этом где-то уровне и почему потому что меркель на четвертом сроке также плоха как трамп на первом для америки то есть теперь беда будут будет бороться с несчастьем то есть евро с долларом в рамках вот этого торгового диапазона мне кажется сейчас надо искать точки торговли в боковике в принципе так сказать вот это движение от 23 38 уровней по фиба 23 она тоже конечно оправдана вполне вполне можно на него посмотреть на мой взгляд носить сегодня в течение дня посмотрим но я еще хочу послушать наших спикеров другую точку зрения узнать как они рассматривают это движение такой широком боковике вот преимущественно куда они смотрят вниз или вверх потому что все таки последние дни движение преимущественно вниз мы пробили вот здесь очень важные уровни вошли в песочницу постучались прямо вниз и вот сейчас мы ровно посредине диапазона между 38 и 23 не знаю куда пойдем смотрим смотрим слушаем спикеров пунктик вчера вверх сегодня вниз доллар иена вчера вниз сегодня вверх доллар доминирует кстати говоря он проигрывает он проигрывает только по еврику сегодня я вижу в плюсе да я думаю остальные инструменты будут в минусе по доллару доллар франк растет доллар канадец растет доллар мексиканец опять за раза растет но если он хочет забрать все мои деньги но есть на свой положительный ладно пока терпим австралийский доллар доллар снижается новозеландец снижается золото снижается серебро снижается индекс доллара на открытие коллеги мы ровно посреди посредине диапазона по ровно на открытие по индексу поэтому давайте посмотрим на индекс и поскольку растет только евро все остальное падает по доллару я бы не рискнул сейчас евро покупать честно вам скажу тут я не думаю что евро сейчас так сборит доллар что весь рынок за собой подтянет скорее всего еврика подсадят все таки пока да ну и вообще здесь ситуация это пробой отбой посмотрите тут-то ситуация пробой отбой пробоя нет отбои бывают чаще как мы знаем иначе не было бы трендов поэтому сейчас из того что я посмотрел я бы скорее продавал евро доллар чем покупал так что будем смотреть дальше внимательно далее коллеги глобальные новости оппозиция в либе в сирии заявил о гибели более 150 мирных жителей при ударах российских и сирийских сил это такое серьезное обвинение она регулярно одна сторона другую обвиняют в обратку все катится что-то 150 человек прямо серьезный такой минобороны российской федерации эти утверждения опровергли назвав их голословными скандал сирии продолжается это долгая песня друзья интересная новость из сша джейпи морган управлял активами вдовы одного из руководителей american airlines у него завалялась у того умершего супруга 19 миллионов долларов и она поручила на значит джейпи моргану управлять типа управляли ей не понравилось она подала в суд и суд присудить присудил ей 5 миллиарда долларов знак возмещения того что джейпи морган через неправильно управлял активами оба на те значит ну может быть она профукали может быть скоммуниздили что-то из общей суммы 19 миллионов долларов и даже разбираться не буду ясно как управляющий активами если захочет как может там написано и заявки не выполнялись и так далее так далее все понятно не придержать как наказать клиента если захочет это делать банк это всегда возможно в данном случае речь идет о джейпи морган честь а вот то что судья присудил 4 миллиарда долларов выплаты представляете 19 миллионов даже если не все бы уперли 12 миллионов и 4 миллиарда вот это джейпи морган честь при попал вот это ответственность за управление активами в сша вы подумайте вы точно хотите идти на американский рынок ну некоторые люди рвутся у нас далее друзья китай закроет все северокорейские компании на своей территории к начала 2018 года вот пожалуйста резолюция он выполняется это серьезный удар по северокорейцам они через китай там кое-что крутили скажем так далее друзья мне понравилась новость из зимбабве они ввели значит эквивалент денег типа криптовалюты bond notes вот и думали что это им поможет но не сильно это помогло ну вот поэтому ничего не могут ни с какими валютами ни с какими там ну точнее так сказать они ввели гарантийные обязательства провалились и пытаются биткоином все это еще заменить в общем я читаю это но одна глупость на другой я даже не пойму как они хотят что сделать то есть причем чем сейчас закончилась вся эта долго объясняемая неразбериха полный бардак зимбабве значит курс биткоина на местной бирже bitcoin фанги вырос до 27200 долларов эта премия ображает безумное желание людей торговать и осуществлять денежные трассы в экономике парализованной государственном контроле о кто хочет слишком сильного контроля тот вот получает зимбабве друзья министр связи россии николай никифоров допустил блокировку мессенджера telegram и других сервисов которые не будут исполнять требования российского законодательства также в своем сообщении отметил что в россии могут быть запрещены по тем же основаниям могут быть запрещены а где-то я вот только читал а вот блокировка также может коснуться мессенджеров ватсап и вайбер поисковой системы google и социальной сети фейсбук оба на а наши готовятся закрыть гугла и фейсбук оба на я телеграмом не пользуюсь мне по барабану а тут серьезный текст прошел серьезно выступил господин никифоров министр связи россии но в ответ дуров павел дуров создатель мессенджера телеграмм ответил российские власти возвращаются в 30-е годы они останутся на обочине истории пообещал что телеграмм россии останется доступен несмотря на приконы со стороны чиновников но это вы погорячились павел потому что если захотят закроют вот но смело выступает уже из-за границы поэтому владельцы вим авиа все-таки улетели в теплые края рашиды светлана мурсикаева все-таки вчера было сообщение что все-таки их остановили задержали нет нет все-таки подтверждает что они улетели и мне нравится комментарий журналиста никто не отменял крыши друзья уйдет большое обсуждение иначе это сейчас как джанет елен в прошлую среду отправила валют развивающихся стран в пике и не пора ли их покупать но вот сейчас говорят что пора покупать аргентинский песо индийскую рупию польский злот и турецкую лиру они могут стать локомотивом ускорения темпа просто мировой экономики то есть никто не понял почему доллар укрепился со среды с прошлой все по факту живем уже начинается тема не пора ли покупать это хорошо это хорошо потому что у меня как раз есть еще евре куплены за застрял я в нем ну часть уже это закрыли принудительно с убытком а часть позиция осталась где одна позиция маленькая осталась еще клиент этим тинькофф банка сообщили о проблемах с доступом онлайн сервисом о а не повторит ли тинькофф банк путь открытия и бинбанка у меня вопрос это после скандала снимались бы блогерами очень многие на них это сказать из населения обиделись как бы сейчас не начался оптом денежных средств хотя он тут пишет что я тут зарабатываю уже денег столько заработал не верю а слушайте тинькофф банк накремился нефиг с блогерами спорить это большая сила особенно это блогеры видеоблогеры это большая сила ивангурья пишет 13 до 17 баков баксов акции его выросли это сам тинькофф сообщает а я не увидел нигде котировок а дайте нам ссылочку на котировки что-то действительно так тем более это не в россии это на зарубежных площадках якобы выросли я хочу так сказать посмотреть как он реально вышел на отметку хоть одну биржу хоть с одной котировкой дайте потому что пока это сам тинькофф и там непонятно кто покупает кстати а здесь то если бизнес подваливается можно сейчас просто хапнуть и уйти как немали хапнул и ушел нужно наблюдали эти истории вчера буквально поэтому коллеги у кого есть подтверждение что акции тинькофф выросли с тринадцати до семнадцати айпио у него было бы 18 долларов акцию с копейками центами да давайте посмотрим далее друзья разрушители мнение инвестинг это понятно а можно саму биржу какую-то посмотреть где она копируется кстати надо знать на какой бирже копируется разрушители стоимости история потери денег госкомпаниями роснефть и газпром подешевели за последние годы в разы побочный эффект вытеснения частного бизнеса конечно конечно они падают пытаются все ликвидировать вокруг себя это большая проблема частный бизнес конец это очевидно то и рыночная экономика идет к концу в россии тоже очевидно поэтому надо активно светиться чтобы выжить и вот поэтому новости . с наш новый проект мы с понедельника с 13 00 будем вести новый эфир у нас новая передача с понедельника будет называться но интерстрим новости подбираем партнеров вместе вместе будем эту работу делать чтобы вам было понятнее как я оцениваю вот я вижу эту ситуацию и что вы можете в этой ситуации тоже заработать россия лидер по приросту долларовых меня миллионеров почему беднеет население а что тут непонятно за счет того что все концентрация идет у одних людей например шестнадцатом году число долларов миллионеров россии выросло почти на 20 процентов до 182 тысяч человек у них резкий рост они то за счет кого-то естественно население в целом подседает и понятно концепция частного бизнеса меняется возможности заработка собственным интеллектуальным трудом это возможно что уже будет ликвидировано с 1 января это понятно надо переходить на другую парадигму на другую концепцию работа на богатых и ничего тут с этим не сделаешь иначе а вторая опция нреть с голову поэтому да ясно что история трейдинга в россии идет к концу к сожалению и вот эти цифры для меня все ответы на все вопросы в деньгах и вот то что идет такая концентрация это значит что бедным они заработать не дадут больше все только себе себе и вынуждена так сказать приходится работать на них ну скажем самом цивилизованном приличном виде но вот используя например высокую технологию интерстрим далее коллеги задержанный во время операции олигарха в испании оказался менеджером действующим менеджером афк система арнольд спиваковский и главная новость дня казахстанские ученые изобрели многоразовую туалетную бумагу чтобы использовать ее еще раз достаточно ее постирать ну что коллеги давайте посмотрим кто еще кто уже просмеялся после этой новости давайте спросим у монеты buy sell нефть WTI sell видит монета вот 29 сентября монета sell хорошо экономический календарь на сегодня из того что я вижу нет это ничего не внушает интереса в 11.30 ввп великобритании можно посмотреть того что я смотрю и что-то больше ничего коллеги а кому что еще нравится в экономическом календаре дайте пожалуйста идти идею вот вы пока надо единственное в 15.30 можно посмотреть по штатам ничего такого нет коллеги если кто-то видит что это интересно а единственно 1715 выступление главы и цб драги да а 1745 выступление главы банка англии карме ведь и вечерние выступления но так сказать многие из нас уже завершат свою работу хотят послушать посмотреть как они длинут рынок было бы интересно и подводим итоги друзья сегодня нефть жду вниз ее продал у вас на глазах еврик мне кажется доллар сегодня будет доминировать по всем валютам и еврика сегодня мы вряд ли затолкаем на остальным валютам тоже как безумие с утра прям началось и толкают все валюты вниз и даже биткоин сейчас минусе понимаете это как опережающий индикатор что сегодня продавать доллар нежелательно покупать доллар по многим инструментам но отдельная история это российский рынок фондовый рынок думаю кстати не очень не держат сегодня а вот рубль могут назло всем взять и укрепить чтобы наказал наказать так сказать всех неверящих это может быть поэтому покупать доллар рубль не советую остальные долларов и пары спасибо друзья всем удачи на рынке